Вас воскрес? А если не воскрес? Ну вот встретил православную, а то одни мусульмане. Поговорить не с кем. Вы откуда, отец? Мы разговариваем. Что спросили? Вы откуда, говорю, отец? Ни откуда, я дома сижу, не выходил даже еще никуда. Нет, в смысле область там, республика. Ну так спросите, где я сейчас нахожусь, тогда вопрос по-другому ставить. Барнаул, Алтайский край, Лапкин и Игнатий. А я из республики Башкортостан. Ну знаю, мы неоднократно по ней ездили в миссионерской поездке. Там разные эти нефтяные вышки стоят. Да, да, у нас многое. Ну я помню. Там мы ночевали в лесополосах, потому что негде было больше. У вас дома такая книга есть? Да. Вы ее читаете? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Я вот слушаю, тут дают, вопросы иногда задают журналистам где-то, ученые, а отвечают не по Библии. Столько они ошибок делают, ужасно. И привязывают людей к себе, а не к Слову Божию. Люди обольщаются, что будто бы к ним пришли. Пришли-то не к вам, а узнать истинный ответ, а ответ истинный от Бога. А ты как знаешь, что и сообщи, а не знаешь, что же отвечать. Сложные такие вопросы, семейные отношения. А берут-то, что сам пять раз развелся, десять раз изменял жене и дает советы, как целомудренно прожить. Как он может дать? Он весь запачканный. Вот, а правильно мыслите. Да. Как ваше здоровье? Сколько вам лет? А как думаешь, сколько? Ну, семьдесят. Семьдесят. Восемьдесят. Ох. Дай Бог вам сейчас только прожить. Ну, у меня, считает, старейший я тут в чатру летки. Там мы пришли сюда, в этот садом, людям рассказать о Боге. Потому что здесь безобразничает. Как будто одно блудилищное собрание собралось. Все жеребцы от мусульман приехали сюда. Раздетые, безобразничают, совокупляются, анонизмом занимаются. И все в открытую. Я нигде не видал такой беды. Это в чатру летки, что ли? Да, в чатру летки, вот где мы сейчас с вами находимся. Это самое поганое место на земле. Да, возможно. Но я вот только вчера зарегистрировался здесь. А я восемьдесят дней. Восемьдесят дней нахожусь здесь. И мы... Вот сейчас я иду, раздеты. Шесть человек мелькнули картинки. Одна, другая, третья. Из них пятеро голые. Голые. Мужики валяются. За копейку даже никто их не берет. Женщины такие же, распущенные. И примерно 80% от всех, кто здесь есть, мусульмане. А почему? Да они с детства привучены четыре жены иметь. А тут 44 даром. Не платить ничего не надо. Это точно. Дикий, страшный разврат здесь. И поэтому мы людям говорим закон Божий, что поступающие так, царствие Божие не наследует. Но червь не умирающий, огонь не угасающий. Вот что ждет таких людей. Некоторые говорят, а у нас тоже есть. Я говорю, какая книга? Ну, наша священная книга. Я говорю, какая? Может, вот это? Ой, да. А что написано? Коран. Я говорю, считай, что? Не может, баран. Что тут прочитать? 160 мусульман спросил, и ни один не мог прочитать. Я говорю, вы такие же, как мы. У нас тоже подсерковнославянские стоят, как столбы, и ничего не понимают. Так что мы один другого стоим. Это да. Людям надо живое евангельское слово, чтобы Дух Святой начал трудиться над душой человека. Ребенок, он говорит, в 13 лет, он меняется, переходной возраст. Почему этого переходного возраста не было у апостола Павла, у Иоанна Крестителя, у Серафима Саровского? Что это за переходной? То есть человек до 10 лет ходит в церковь, а с 10 до 17 лет это тело наше храм. Царствует сатана, а потом дальше опять к Богу пошел. Общежитие дьявольское устроили себе. Это обман. Когда человек живет в Боге, у него страх только увеличивается. Как бы Бога не огорчить? Как бы в ад не попасть? А для этого надо жить, быть Вадимом Духом Божьим. Рождение свыше получить. Ты другой настрой будешь, все время будешь помнить. Это нельзя. Это Бог запретил. Вот вы на машине едете, у вас же такие права. Вы знаете, когда красный свет горит, нельзя ехать. Где поворот сделать, где вообще нельзя заезжать, там кирпич повесили. А здесь все можно. И каноны отменили, и попы все это развращают людей. У нас в канонах 719 правил вселенских соборов, и 413 нарушаются каждый день. Я специально занимался этим. Я виноват, разве? А, вот вы это сказали, а то бы никто не знал. Разве это хорошо, что слепой слепого ведет, оба в яму упадут. Так Господь говорит. Вот у вас, если будет желание, потом как-то вот вы едете, вам неудобно. У нас очень большой видеоканал. Во свете Библии называется. У нас там 15 каналов, видеоканал Во свете Библии. Вам плохо слышно? Да, я просто овец спасу. Хорошее дело делаете. Скоротать время, чтобы решил пообщаться так с людьми. Ну вот, наш в Ютубе канал Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Вы сразу найдете. У нас там 15 150 роликов. Да, большой канал у вас. А если вы думаете по скайпу на меня найти, Игнатий Лапкин, запомните. Я один там, под этой фамилией. Ладно. Ну, у нас тоже бывает, мальчишка пасет на машине, коров. А мы пасли. Отец пастух у нас был, он без руки был. А мы босиком бегали, босиком. А обувь не тратили зря. У меня о какой машине речи не было, конечно. А когда дождь был, мы одежду снимали, на нее ложились. А нас дождь полощет, а мы сухую одежду закрывали телом своим. Вот как раньше было. А сегодня вот машина села, дождь идет, крыша есть, да и ладно. Чем больше дети имеют сегодня потворства, тем больше у них требований. Они не умеют жить аккуратно, экономно, богатством не могут делиться. А у нас отец без руки приехал с фронта, и у нас 10 ребятишек, 5 девчонок, 5 мальчишек. И все, налоги все забирали, у нас ничего не было. И ни одного больного ребенка нету. Все здоровые. И психически, и в армии служат, и по телесному здоровью. Ни одного нет больного, чтобы на таблетках жили. Мне вот 80 лет, и еще ни одной таблетки не съел. У меня три голубятия, я туда-сюда лажу голубям. На велосипеде гоняю, рыбу ловлю. Вот это хорошо, что вы ведете подвижный образ жизни. Вот у меня прабабушка была. Ну, жила в деревне, и внуки приехали, сказали что-то. Ну, бабуль, ты уже старый, зачем тебе куры, зачем мне это, то, все, ну, скотина. Давай мы тебя к себе заберем, типа. Вот ее забрали к себе. А она там, ну, сидела, ничего не делала, телевизор смотрела. И потом через какое-то время она, ну, ходить ей тяжело стало. Потом чуть-чуть там мышление, этот, как сказать, маразм пошел. Ну, вот потом бабка три года никого не узнавала, ничего. И так померла. Это разоружили ее, нельзя это делать. Тут у нас, мы деревню строим православную, деревня с нуля. Все православные. Нельзя у нас лгать, пить, курить, материться, воровать. Вот тогда мы с человеком ведем разговор. Разные люди. Вот одна, у нас есть там, Серапима Габрииловна, ей 93 года. Она минуты не сидит. Она то молится, то в богороде копается. И в церкви никогда не сядет. Молодые садятся, а она нет, никогда. Стоит, как свечка горит. Она трактористкой была когда-то в советское время. Да главное, вот сейчас ей исполнилось 90 лет. Она войну где работала, поздравительная пришла за подписью Путина и губернатора края. Ее, у ней с глазами не ладно, на операцию привезли. Она молится, а хирург вышел, потом говорит, вот бабка попала. Я, говорит, операцию режу, говорит, а она, говорит, молится обо мне и других. Вот какие люди есть. И она вот, мы приезжаем, я начальник детского лагеря, она там то арбуз тащит, то дыню, то что-нибудь. Все старается помочь, там лук, чеснок, для детишек помочь. Они привыкли к этому, да и к брате своей, добрые люди, и все время молятся. Ну, ладно, значит, вы запомните, если надо, будет, и Лапкин и Игнатий. Запишите где. Вы можете по скайпу на меня дойти, и какие вопросы будут. Господь вам может дать ответ. Спасибо большое. Храни вас. Всего доброго. Так? С Богом. Всего доброго. С Богом. Да, с Богом. Спаси Христос. Ну что, а вот у вас армяне, многие уезжают в Россию. Я знаю это. Верующие они, верующие. Армяне верующие. Верующие. Мы когда были в Ереве. Мы верующие, мы самые первые верующие. Да. Вы на 500 лет раньше нас пришли к вере Христовой. Молодцы. Хорошие слова. Я очень редко слышу умные слова, потому что многие у нас, наоборот, спрашивают. А мы, ну, у нас спрашивают, а вы, говорит, армяне тоже веруете? Ну, еще бы. Я даже не знаю, как им людям ответить. У вас святой Григорий Армянин, армянский, там основатель, Григорий. У нас в Барнауле армянская церковь есть. В честь святой Репсимии. Я так зайду, я писал. В честь святой Репсимии. Да. Ну, будьте здоровы. Ну, у нас, я говорю, в Барнауле у нас есть церковь армянская. Церковь в честь святой Репсимии. Репсимии. Ну, ладно, с Богом. С Богом. Вы на меня выходите, если надо, в скайпе. Три с половиной. Так. Три с половиной. Если я вам буду нужен... На рынке три тысячи стоит. Вот такие три тысячи на рынке стоят. А ты продавал по две с половиной? Я не продавал ни одну еще. А, брешут. Там на фирме взяли по две с половиной. У меня сегодня, я говорю, ну, иди купи. Слышишь? Осень, осенью я продавал по две с половиной. Ты осенью? В осенью, ты знаешь, на землях меня выходил по два, там, ребят, у Лерника такие были. По два с половиной я осенью отдал. Ну, и по дворю мы там сыграли, а потом ты же меня спровоцировал. Слышишь, я тебе сказал, что я тебе осенью... Надо говорить, вот, затеяли там, мешаются. Вот такие я не взял, от него ездил. Ну, ладно, давай, давай. Сейчас опять не будет темнить. Хочешь, что все избавятся, потом... Все, хорошего, до свидания. Вот смотрите, какая книга. Вот эта книга, она наказывает, как человеку жить. А у вас там церковь православная есть? Да. Христос воскрес. Мы будем сорок дней, когда Христос вознесся. Поговорим маленько, то еще прячешься ниже да ниже. Как суслик залез в нору. Давай поговорим о божественном. Только не ругайся. О каком божественном? Ну, тебе ничего, трудно выйти-то. Мне 80 лет, я тебя уговариваю. Спрятался-то, женщины тебя испортили. Что ты хотел сказать, говори. Выходи, пожалуйста, выйди на свет. Боже. Ну, что ты боишься-то, никто тебя не тронет. Боишься оштрафовать на 300 рублей? Господи, за что? Ну, это все переживешь-то. Выходи, я тут не каждый день бываю-то. Ну, миленький мой. Ну, рассказывай, давай. Ну, еще рассказывать. Я показывать буду, а вас не видно. Кому я показывать буду? Ну, давай, читай, что написано у меня? Ну, Библия. Библия. А это что? Я буду говорить о Священном Писании. Что место вот это здесь. Сейчас рулетка-то. Здесь одни блудники собрались, как будто бы. Ну, да, есть такое. Раздетые, блудят, открытые. Женщины там трясут грудью своею, голые. Ну, разве можно это? Нет, нельзя. Вот. Я уже давно в рулетке здесь, 80 дней. Ого, молодец. Ну, и заходите, давайте. У нас большой ресурс, свой видеоканал. Называется «Во свете Библии». С кем я разговариваю, никого не вижу. Ну, как это так? Не бывает. Да нельзя так. Ну, выходи, поговорим. Кто тебя... Ты что, боишься, тебя найдут, что алименты не платишь? Да, плачу я. Ничего я не плачу, отец. Ну, мужья прячутся от жен. Ребятишек бросили. Выходи. Я вам расскажу, как мы деревню строим православную. Православную. Все верующие. Вам интересно будет это? Бог, помощь вам. Ну, вот если вам надо, у нас в скайп можете зайти, меня найти. Игнатий Лапкин. Бабки укачиваете с народа, да? Что сказали, это непонятно. Я говорю, деньги с народа укачиваете. А какие деньги? За что? Ну, деревню строится. Какие деньги-то надо сказать? Откуда? Кто выкачивает? Ну, вы выкачиваете. Я выкачиваю деньги. Ты меня не знаешь. Я свое все отдал. У меня нет ничего. Я выкачиваю. Над вами куры смеяться будут. У меня ничего нет. Вы меня не знаете. Вы зайдите на наш сайт в Освете Библии и прочитайте мою биографию. Ты же еще при Сталине жил. А что Сталин говорил, отец? Ну, вылезь ты, вылезь, поговорим. Ну, что ты себя так унижаешь-то? Что Сталин говорил про веру, отец? Опин для народа, правильно? Вы там, когда зайдете, прочитаете мою биографию. Опин для народа. Так говорил Сталин. То есть, ничего нету? Я вам говорю, как воду бросаю, только булькает и все. Ладно. Ладно, сиди в этом подполье. Твоя участь такая, слепой крот, как будто бы. Нехорошо это. Нет, отец, ты неправильно понимаешь. Ну, что не понимать-то? Ты убежал из дома или еще ты прячешься от кого? От меня не надо прятаться. Я тебя не трону. Я не знаю вера. Кто как верит? Ну, как веришь. Теперь говори. Кто тебя знает, кто ты говорит? Может, демон какой под землей сидит? Я с кем говорить-то буду? Отец, если ты... Ну, не веришь, так поговори, может, и поверишь. Да, мне Бог сможет деньгами помочь? Бог помогает. Мне много помог деньгами. Когда я книги издавал, денег не было. У меня 38 томов вышло. Да, вот мне нужно до 11-го числа 20 тысяч рублей. У-у-у, деньги, какие-то деньги-то. Мы когда поехали, миссионерская поездка была, у нас денег не было. Мы только на горючее потратили 440 тысяч. А денег не было. Мы помолились, и Бог сразу нам дал. Да? Да. Притом, это не мы знаем, только люди. Это в печати известно. Не знаю. И каким образом мне Бог деньги пошел на карту? Мы молились Богу, и Богу угодно наша молитва была, и Он ответил. Мы просили Его не для удовлетворения наших прихотей. Мы развозили книги, которые мне Бог позволил издать. И мы проехали 120 тысяч километров. Ну, прикольно, что ли? А мы в Барнауле живем. Доехали до Владивостока, потом до Лиссабона, Прибалтику, Скандинавию прошли. Классно. Вот деньги, пожалуйста, деньги. Любой вопрос я вам буду отвечать согласно Слову Божию, Библии. Да где деньги-то здесь? Да в деньгах-то ли дело-то? Дело в том, что Христос умер за нас. Он дает нам спасение. А мы о деньгах речь ведем. Да деньги-то это, так, пыль. Вы же даже не знаете, как выглядит у вас Бог, Христос, Иисус и прочее. У вас еще там микрофон далеко от вас, видно, плохо слышно. Я говорю, вы даже не знаете, как Бог выглядит на самом деле. Как любит. А вот у нас молитва такая, Господи, пошли добрых проповедников. К христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Чтобы все познали любовь твою, как ты возлюбил и отдал за нас Сына, своего единородного Иисуса Христа на распятие. Вы понимаете, вы сейчас пропагандируете веру вот эту. Ну, что понимать? Я в чатрулетке нахожусь уже 80 дней, а верующий по Евангелию 56 лет, а всего мне 80. Что мне не понимать-то? Ты мне в правнуки годишься. Ну, я не... Ну, да. Так я не просто сидел дома. Я страдал за Слово Божие. У меня пять тюрем за плечами. Я многое могу вам рассказать. И по-вашему это нормально? И вы... Советская власть. Нормально, ненормально. Мы принимали. Бунт не поднимали. Мы благодарили Бога. А теперь я реабилитирован с ольготами политзаключенного. И как он хорошо живет? Вы зайдите на наш видеоканал. Называется «Во свете Библии». Там все 15100 роликов. И вы тогда увидите, с кем разговариваете. Нам Бог позволил проповедовать. Звать людей к спасению. А в этой чатрулетки один блуд только. С Содом до Гоморра. Ну, так и есть. А вот мы пришли им, чтобы рассказать. Показать. Прочитать. Помолиться. Псалтырь читаем. Евангелие. Мы пришли не ради прихоти. Если бы Бог мне помог, но и тысячами рублями. Я бы еще, быть может, и поверил немножко. Так, вы знаете, что мы с вами... Чтобы зря не говорить время. Вы мои данные запишите. Меня звать Игнатий Лапкин. Вы в скайпе меня найдете, когда я вам потребуюсь. Вы еще мусульманин? Я вообще не верю. Я не пойму. Вы совсем не верующий? Вообще не верующий. Я атеист. Ну, атеист это совсем человек... Его называют безумный. В 13-52-м. Сказал безумие в сердце своем. Нет Бога. И причина. Они разбратились. Совершили гнусные преступления. И там нет делающего добра. Нет ни одного. Вот атеистов в мире насчитывается на сегодняшний день примерно 8%. 8. 2 миллиарда 200 миллионов христиан. 2 миллиарда мусульман. Почти 2 миллиарда буддистов. А на эти 8% пропадает 98 преступлений. Которые в мире совершаются. Атеист это безбожный человек. Совершенно не... Он верит в дырку от бублика. Так зачем верить в Бога, если он никак не помогает? Ну, я вам сказал, что помогает. Вот скажи, раз ты безбожник, ты его отрицаешь. Он тебе еще будет помогать-то такому глупому. А мне помогает. Я прошел такой этап и вышел живой. Я не просто арестован был, а по санкции Московского КГБ. И они же меня там охраняли, когда убивали. А при чем здесь Бог-то? Я вам говорю, вы не успеваете даже осмыслить, что я вам говорю. Во-первых, вы говорите слишком быстро. Во-вторых, вы часто говорите слово «Бог». Я как бы, раз человек-атеист, меня это вообще никак не волнует. И я все это отрицаю. Вы только посмотрите на себя. Руку поднимите. По своему желанию. Любой палец играет на клавишах. Как ты дивно устроен. Кто тебя создал? Дал разум, совесть. Кто? По-вашему, это Бог? Да не по-нашему Бог. Почему по-нашему? Это криком кричит и небо, и земля. Небеса проповедуют славу Божию. О делах руху вещает тверь. Мы куда не глянем. Насекомые, птицы, звери, скот. И все, кто сотворил. Океан, земной шар несется, скорее пули. Ни дальше, ни ближе к солнцу. А по-вашему, это нормально, что люди в Африке спадают от того, что у них еды не хватает, пищи не хватает. Так, сейчас мы много говорим, я вам еще доказывать не буду. У меня это все в книгах описано. Вы зайдите просто, наш сайт во свете Библии найдите. И там мои книги все. Вы здесь свой сайт приоритете? Это детские вопросы. Так в смысле детские вопросы? Вы мне дайте нормальный ответ. Я вам дал ответ. Вот у меня, допустим, маленький вот такой вот телефон мне подарили. У меня своего ничего нету. Ну, ветер надул, грязь, пыль слепилась, соломой посыпалась и получилось. Вы скажете, нет, тут кто-то ум. А то, что вокруг нас, глаз как смотрит, ухо слышит, это в миллиарды раз сложнее. И никто само по себе. Ну, какой же это? Даже дураком нельзя назвать. Вот у меня щетки, я молюсь, смотрите. И вот так щетки сделать, природа не сделает никогда. У ней есть творец. Вот этот карандаш, у него есть творец. Грифель кто-то заложил. А все в природе, космос. Никто, солнце, луна, никто. Сама по себе. Ты уж никакой совсем. Произошел взрыв. А знаете, почему люди не верят? Потому что грешат и себя утешают, что ни за чего не отвечают. А Бог говорит, есть Божий суд на перстике разбрата. Есть грозный судья, он ждет. А вы знаете, знаете, почему люди верят в Бога, как мне кажется? Почему верят в Бога? Потому что тяготение света к свету. Нет, это глупые на самом деле люди, которые надеются на кого-то быть. Вы мусульманам скажите это. Вашу голову-то на штакет повесят сразу. Вы скажите им, что вы дураки, что молитесь какому-то Аллаху. Они молятся и получают. Это умные люди, религиозно талантливые, как Андрей Кураев сказал. Я много был среди мусульман. В доме мулы ночевали. Люди в Афике тоже каждый день молятся, ничего, что-то ничего не получают. Так, я вам данные дам, мне отходить надо, потому что мы на одном месте топчемся с вами. Вам ничего не надо. Люди находятся здесь. За чего? Женский запах попал на мозги, они тут крутятся. Половина голая, блуд творят. Я атеист. Атеист, значит, блудник, убийца, грабитель. Все в тебе в одном. Так это же классно. Правильно. Тормозов-то нету. Жена Ленина, Надежда Константина Крупская, говорила, «Религия узда для маст. Узда». А без узда сядь на коня, Надикова. Так, всего хорошего. С Богом. Найдите в скайпе Игнатий Лапкин. И там встретимся и поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok